Всем доброе утро! Доброе утро! Я только что отвез Вику, зашел домой, еще не успел помыть руки. Вижу здесь вот такое. Не могу это не снять. Что-то вообще нереально. Вот, омлетик, а внутри... Колбаска, зелень, сыр... А-а-а-а! Наразошное чудо! Парень уже проснулся, уже поел даже что-то, да? Он уже поел, но его тоже обменили. Ой, поел! Парень уже, ну мы тебя угостим тоже. Ладно, всем доброе утро. Я вас снимаю. Суп сварить? Я снимаю. А то опять скажешь, что я не буду приду. Я снимаю. Вы же видите, что я снимаю. Суп хотите? Суп хотите? С пастой том-ям. Вот, из пасты том-ям хотим. Вот сваришь. У нас сейчас полный. Мы едем творог с клубничным вареньем, со сметаной, да? Мы, кстати, еще бобанг мы тут едим. Там, кипи, что-то. Там Максим играл. Играл с гречкой, с горохом. Играл там? Что, скоро пристали ко мне ей? У Максима появились новости. У Максима появились новости. Максим, расскажи, куда ты сегодня ходил с мамой? Куда ты сегодня с мамой ходил? Короче, у нее там что-то это. В садик, да? В садик ходил? А что там? Кого ты там видел? Нет. Детей видел? Ну вот так вот. Сегодня они ходили в садик в нашем дворе. Садик есть? Ну-ка, вроде классный садик. Где-то с бассейном. Ну, по отзывам хороший садик. Ну, отзывы все хорошие. Все прям пятерочки отзывы. Поэтому мы, короче, решили начать ходить в сад. Начать ходить в сад. Ну, сейчас по часу в день пока. Завтра у нас первый день в садике. Мы идем на часик. Угу. Ну, как идем? Макса оставим, и все на часик. И вернемся. Сейчас же времена непростые. Нельзя просто так взять и прийти в садик и сидеть родителям. Но они пускают. Не, ну а что если сидеть с теканком-то? Как он адаптируется, да? Как он с теканком-то выкрутается. Ну, в общем, сейчас будем по часику водить. Дальше больше. Я прям... Я так скажу. Это во многом мое лобби, знаете. Как там всякие табачные компании лоббируют законы, знаете, которые в Госдуме потом принимают. Вот я прям лоббировал вот этот вот законопроект о том, чтобы молодого человека отправить садик. Я прям говорил, позвони, узнай. Она вроде это понимает, но... Ну, почему-то не звони. А тут я прям уже номер ей вайпер скинул. Не ожидал, номер скинули. Ну вот, номер, звони. Звони, узнавай. Иди на экскурсию. Вот они сегодня с Максом сходили. Сходили сегодня с Максом, они, значит, са. Вот, все посмотрели, все им рассказали, показали. Ну, такие новости у Макса. Да. Как-то так. Так что у нас снова будет адаптация. Да, снова будет адаптация. Таня там рассказывает, что-то вы, наверное, не слышите. Ну, вот она про адаптацию расскажет. Такие дела. Тут они суп варят. Сидят там, целуются, намеловываются. А? Кто там намеловывается? В общем, Таня тут варит суп, а я сейчас за Викой поеду. Курочка варится. Я смотрю, у тебя все ингредиенты тут. Грибочки. Я слово забыл, да, грибочки. Поэтому я завис, мол, картошечка. Картошечка. Мамой, мама поедет. Нет, я один поеду, Максим. Может, и с Максом поедет. Максом, поедешь со мной за Викой? Или с мамой будешь дома? Мамой дома. Ну, понятно. Все ясно с тобой. Все ясно. Я бы взял. Максим, может, с папой все-таки? Нет. Мамой танюнь. 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 А, с танюнь. А, с танюнь. Пока, Максим. Максим, пока. Убери шапочку положить. Давай. Ну, не настолько. Ладно, я одену. Ладно, давай. Давай. Сейчас оденем, Максим. У него, короче, 7-5, начинал объедить. Не хотел ехать, потом я уже на порог уходить. У парня к Вике. Еду с папой за Викой. Куда поедешь? Викой. За Викой. Так что все, едем с Максом заедем. Да? Шапку не выливайте. Или у нас с Максом, Викой. Что, у вас сегодня не было скейта, да? Дождь. Дождь пошел. Скейта не было. Макс довольный. Вика у него. Да не, обходи. Ну, давайте потихонечку. Ух ты ж, е-мое. Макс, ты там обойдешь? Я обойдет. Проходи потихонечку. Чимой, Слава. Давай. Потихоньку проходи. Все, слазь. Слазь, пойдем по... Слазь. Тебе надо шапочку поправить. Поцарапала? Ну, все, пошлите в машину. Короче, дождик на улице. Дошли уже, да? Сели. Вика расстроена, что они погуляли сегодня из-за дождя. Сейчас поедем. Будет небольшой сюрпризик для мамы. Мы заедем ей цветочки кубить. Вот такой букетик мы маме несем. Да, Вика? Да. Угу. Папа осматривает. Что, Вика, не заходит? Попит. Не заходит, Вика. Не знаю, что у меня заходит. А? А, Вика. О, папа. Мама. Максим. Максим. Мы маме цветочки купили? А? А что ты расстроен? Что ты? Давайте суп кушать. Пошли суп кушать и пойдем гулять. Давайте 3 градуса. 3 градуса. Еще прям холодрыга, конечно, промоклая. Спасибо за цветочки. Мы оденемся теплое и пойдем гулять. Пожалуйста. Татьяна, он колдует. Разобрала мой букет. Все-таки мне нравится без упаковки. Ага. Виктория не может найти одежду, в которой я одеться. Вот такой вот бантик получился. А вот и все, другое дело. Другое дело, да, с кого? Вон, упаковка лежит. А вот красивые цветочки в вазе. А дальше в следующий раз, пожалуйста. Да я уже дарил бы себе, думаю, давай упаковочки оттись. Нет, не видно. Теряется букет. Ну, ладно, там дети что-то изнемогаются. Чем-то недовольны, как всегда. Не, я выкину. Конечно, мне зачем-то не надо. Укидывай. Зай, Вика, если только из нас что-то делать, будет выезжать. Остать на себе. Скажите, понадобится. Ничего-нибудь. Максим, куда побежал? А? Садись кушать. Давайте суп есть. Собираемся на дождливую прогулку. Да, все. Кто в сапогах? Мама в сапогах. Мак в сапогах. Вика не в сапогах, еще он и будет. Вот в розу. И папа в сапогах. Сейчас все оденем дождевики. Этот. Огонь. Да, помню, я сейчас собирала листики. Ну, листики, я вот там что-то собирала сделать. Все, мы собираемся. Вот такой вот у нас человек-фонарь. Ой, Мама, Ким. Ну, мама, курточку, конечно, одела маленько. Это толстоватую, как мы выяснили. Ну, ладно, хватит. Ну, ладно. Тебе все не угодишь, а? Да все нормально, я. Ты что, сама сказал, что толстоватая? То не тот это, то не тот. Давайте мы играем в пол, а то мама. Давай снимем. Давай снимем. Ты, мама думала, это не прикольно? Я думала, что это не прикольно. Ходить по лужам, это вон. А ты что, просто пыталась перешагнуть лужу? Нет? Нормально, идем по лужам. Пап, прикольно. Так, давайте отходим, там машина едет. Хотя, не, она у нас в стоянку. Так что спокойно идем дальше по лужам. О, это хорошо. С всей семьей. О, смотрите, какая лужа спереди. О! Даже у нас отражение есть. Надо подснять. А, так я сейчас пойду и проверю. А, нормальная глубина? Не знаю. Отличная, отличная глубина, отличная лужа, ребята. О, красиво, ага, листья такие. Можно дождевик снять? Дождевик снять? Ну, некому нести, я мамин несу. В карман мой уже. А он не влезет в карман. Да нормально, ходи в дождевике. Нормально, Вика, теплее еще. Пойдем. Давайте, хорошо. Макс не жалуется. Нормально. Для чего ты эти фонари заказывал? Ты это заказывал мне для телефона. Ну, и для телефона тоже. Они мокрые, не трубые. Макс, но... Ну, и для телефона, и для камеры тоже. Чтобы вечером мы где-то вышли, и нас было видно, если вдруг мы захотим посниматься в крупном плане. Да, да, посмотрим, как это будет. Посмотрим, ну, как это будет выглядеть. Не, ну, а что, лица все равно будет видно? Мне кажется, лучше. Ла-ла-ла. Меня подожди! Ла-ла-ла. Ну, вот как-то так. Ну, парень бег по бордюрке. Максим, покажи. Как-то так. Умей. такие кривляки вот у нас дошли века до дерева на которого мама хотела отсюда поснимаю под этим красивым желтым деревом максим там высоко высоко иди к маме я так дерево хотел желтый красота папе хотел красиво тут такие листья красивые желтые очень красивое время года нет я не хочу там идти я тут хочу идти с вами что-то те рассказывать зачем мне пригласили мне рассказывать дети короче спят пока короче не дремлю мы не дремлю мы планируем свои каникулы да у нас первые школьные каникулы все-таки хотим чтобы как-то вот каникулы были вот чем-то запоминающимся какое-то событие в этого момент проходила не просто посидеть ездить на поезде новосибирск в общем мини путешествие устроить 1 макс любит поезда у него просто я не знаю глаза станции копеек когда каждый раз когда видит поезда ту ту он просто приходит в полный восторг потому давно хотим проходить его на поезде вот поэтому мы мы купили билеты мы купили билеты данного сетки искал просто в аквапарку да на русском или билеты короче мы на ночном поедем новосибирь сюда приедем заселимся в какой-нибудь отель который надо сейчас тоже будет искать отель мы еще не выбрали мы на сутки туда заселимся на следующий день мы получается будем аквапарке и на ночном поезде поедем то есть мы вечером все мы выкупили себе купе полка купе мы до купили себе просто еще или место короче мы взяли на макса еще дополнительное место из максимума было место не покупать у него скидка там 50 скидка 50 кстати лайфхак мы сейчас оформляли как на сайте ржд покупали билеты потом на детей скидка идет да мы говорим что процент верхней полки дешевле чем нижний да то есть нижняя у нас вот в нашем вагоне стоил там что-то 3 с чем-то до 3 500 верхние там 2 2 200 короче мы просто поменяли детям взяли нижние места и у них со скидками а себе взяли верхней ну да то есть мы если мы целиком покупаем то есть получается скидка 3000 ну то есть получается если бы мы так то есть короче мы нормально сэкономили ну то есть мы по сути примерно при тех же деньгах остались как бы если бы не брали максу место и на скидки брали то есть но зато как бы мы спокойно сядем это будет только наше купе то что в одну сторону что в другую то есть как бы спокойно поедем но и главное что прикольно на сайте ржд прям можно было поменять но сначала так как бы ну вбивали пассажиров то не вбила там себя распределил распределил и мы смотрим получается вика на нижнем и дешевле там потом я на нижнем таня на верхнем и там прям прикольно так на стрелочку нажали максом на нижнее заселить они на верхней хоп таки перестали чик и все и сразу же не три с половиной там 1700 ну прикольно так что имейте ввиду если будете покупать и выйдете с детьми то вы детям покупайте на нижнее место себе на верхнем если бы нижнее и верхнее берете тогда дешевле будет два раза в общем на следующей неделе у нас предстоит мини путешествие тут уж все были здорово у нас максик завтра в садик идет на часик начнет ходить вот так что новосибирский аквапарк жди нас вика просто так любит бассейн такое небольшое путешествие по сибири ну мы там давно хотели в аквапарк а вот мы уже года два думаем что надо в Новосибирске в Красноярске просто уже забили больше половины свай на строительство аквапарка свай то есть это еще несколько лет надо ждать когда в Красноярске ну огромный аквапарк строят по-моему чуть не больше чем в Новосибирске вот но пока только свай бьют так что это еще такое надо ждать года вот такая вот у нас новость собираем чемоданчики рюкзачки точнее да не ну как бы приятен сам процесс путешествовать мы вот такие путешественники что вот это вот собрать рюкзачки вот этот сесть в вагон поехать это все это уже такая романтика ну и прикольно что это вот как бы ну нас много чего все купе себе забираем никто с тобой не поедет знаешь никто там ладно как бы нас не все люди раздражают ну я не знаю не ну когда семью с детьми да 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 непонятный субъекта будет ехать да это будет вызвать раздражение не то не все вот ну посмотрим мы на поездах уже сто лет не ездили на таких вот междугородних поэтому прокатимся я последний раз на поезде на Москву ездил когда вот мы студентами были ну я-то ездила в 2005 году ни много ни мало 15 лет назад я ездил на поезде ну я не так давно ну ты тоже ездил на вот таких вот знаешь медальных следований они явно мне кажется они попроще поезда которые вот ездят там посмотрим как эти да вот тут близлежащий как бы там район красноярского края в общем ладно все спокойно ночи дело сделано можно идти спать всем пока пока пока